Криминальные события в составе команды ради Хабирова на этой неделе были многообразны и очень показательны. Складывается вообще впечатление, что правоохранительные органы решили извести всю эту группировку под корень, не дожидаясь переизбрания Хабирова на второй срок. Ну, по крайней мере, лично я уже сбился со счету, подсчитывая, записывая и учитывая министров, замминистров и прочих значимых чиновников из команды Хабирова, которые либо уже находятся под судом, либо получили уголовные приговоры и так далее, и так далее. Ну, давайте по списку, что же случилось с этими замечательными людьми на минувшей неделе. На этой неделе экс-министерка молодежной политики Яна Гайдук сменила статус свидетельницы по уголовному делу на статус обвиняемой по уголовному делу. Ей теперь вменяется превышение должностных полномочий, статья 286, часть 3, и грозит до 10 лет колонии. Ну, напрасно, наверное, Яна Александровна глумилась над правоохранителями в соцсетях, сейчас она рискует получить, как говорится, по полной. Бывшая министерка на данный момент помещена под домашний арест до 9 августа. Под домашним арестом остается и проректор Уфимского института науки и техники Азад Янгиров. Его, напомню, подозревают в получении взяток. А вот домашний арест руководительницы управления капитального строительства Республики Башкортостан Инни Иксановой продлен. Он, напомню, что ее задержали и подвергли санкциям еще в апреле этого года. Вместе с тем окончательно вынесен приговор экс-министру строительства Кучербаеву. После всех касаций, апелляций и прочих судебных процедур господину Кучербаеву достались 6 лет в колонии. Изначально, напомню, ему дали аж 9 лет. Ну, 6 лет тоже нормально, я считаю. 50 с лишним эпизодов, которые ему вменялись, вполне тянут на 6 лет колонии. При этом Елена Прочаковская, признанная судом мошенницей, отчаянно пытается обжаловать свой приговор, который ужасным образом ей не позволяет дальше продолжить карьеру в Республике Башкортостан в органах власти. С неснятой судимостью это никак нельзя сделать. И Елена Прочаковская пытается опровергнуть приговор, который ей был выписан Красногорским судом. Напомню, что она признана мошенницей, схемка там у нее была простая, и вообще до недоумения глупо все получилось с этой Прочаковской, ну, собственно, что, наверное, ее очень характеризует. А вот после того, как министр транспорта и дорожного строительства господин Клебанов был с помпой арестован и помещен в СИЗО, одновременно при этом его уволил Хабиров, этот самый Клебанов начал громко и звонко петь в СИЗО. Клебанов пропел все, что знал, и на данный момент был незаметно выпущен под домашний арест. Собственно, расследования продолжаются, Клебанов рассказал все, что мог, и теперь, значит, уже сидит дома, в тепле, как говорится, и уюте. Кстати, о Клебанове. Странную очень тактику, я бы сказал, даже забавную тактику защиты избрали его адвокаты. Они заявили, что вот та самая взятка, которая ему вменяется, и которую, собственно, я так понимаю, следствие вполне себе способно доказать, эту взятку Клебанов своими глазами не видел. Какие-то люди в каком-то непрозрачном пакете передали огромную сумму денег через водителя, его жене, а сам Клебанов, дескать, этих денег и глаза не видел. Вот такая у них вот тактика защиты. Ну, согласитесь, довольно смешно. Сидит, значит, дома жена министра, вдруг приносит целый, значит, огромный тюк денег, она говорит, о, надо же, какая удача, денежки принесли, откуда, неважно, кто дал. Знать не знаю, знать не хочу, и побежала, значит, как говорится, по супермаркетам. Ну, согласитесь, довольно наивная позиция защиты, потому что, ну, министр, он все-таки чиновник, и ниоткуда бы ему взяться невозможный денег, если только зарплату не заплатит. А тут, понимаешь, приносит в мешке. Но, собственно, вот это звонкое и радостное пение Клебанова в СИЗО, оно имело определенные последствия, и все мы знаем о том, что на этой неделе, в самом начале этой недели, произошли какие-то загадочные задержания дорожников, причастных к компании «Дортранстрой». Причем их как стремительно задержали, так же и стремительно выпустили. То есть до конца, конечно, непонятно, что это было, но для меня лично очевидно, что федералы продолжают дожимать, как выражается Ради Фаритович, дорожную сферу республики Башкортостан. Успеют ли они до сентября выйти на самого Хабирова, пока непонятно. Но, как говорится, шансы есть. Потому что, действительно, круг уже сужается совсем. Министры, вице-премьеры, замминистры, бывшие министры, все уходят под суд, а Хабиров остается белым и пушистым в том самом белом пальто, о котором говорила незаввенная Новодворская. Так не бывает. Если начальник, значит, святее Папы Римского, вокруг сплошное варьё, напрашивается вывод, что, наверное, от него, собственно, исходят все эти индульгенции, разрешения и импульсы, которые породили вот эту вакханалию коррупции в республике Башкортостан.